Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. В Беларуси многодетным и молодым семьям дано право получать господдержку при строительстве жилья. Это предусмотрено указом номер 274 об изменении указа президента Республики Беларусь, который Александр Лукашенко подписал на этой неделе. Стоимость коммунальных услуг в следующем году по всем видам, кроме теплоснабжения, вырастет на 5 долларов в эквиваленте. С 1 августа увеличился бюджет прожиточного минимума и зависящие от него выплаты. С начала года жители Гомеля получили 65 субсидий для открытия собственного дела. 6 сентября в Гомельском горосполкоме пройдет аукцион. На торги выставят 4 земельных участка для приобретения в частную собственность. А теперь об этом и не только. Подробнее. В Беларуси многодетным и молодым семьям дано право получать господдержку при строительстве жилья. Это предусмотрено указом номер 274 об изменении указа президента Республики Беларусь, который Александр Лукашенко подписал на этой неделе. Документ предусматривает изменение указа от 4 июля 2017 года номер 240 о государственной поддержке граждан при строительстве реконструкции жилых помещений. В соответствии с указом, нуждающийся в улучшении жилищных условий молодые и многодетные семьи, осуществляющие строительство жилья и заключившие для этих целей до 6 августа включительно кредитные договоры на получение коммерческих кредитов, смогут воспользоваться финансовой поддержкой государства на условиях указа от 22 ноября 2007 года номер 585 о предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой поддержки государства. К другим новостям. Белогропромбанк начал выдавать кредиты на жилье для нуждающихся под 6-9%. Кредит на строительство жилья под 6% в первые два года и под 9% в оставшиеся дадут только очередникам, ветеранам боевых действий на территории других государств. Лимит для иных категорий нуждающихся в улучшении жилищных условий уже исчерпан. В начале года кредит нуждающимся Белогропромбанк давал под 13,5% годовых. На программу выделили 10 млн. рублей. Сейчас ставка по кредиту снизилась до 6% за первые 24 месяца пользования кредитом и до 9% за последующий период. Снижение ставок по кредитам вызвано снижением ставки рефинансирования. В пресс-службе Беларусьбанка также отметили, что идет выдача кредитов для нуждающихся в улучшении жилищных условий под 6% в первые два года. Это 50% ставки рефинансирования. И под 9% годовых 50% ставки рефинансирования плюс 3% в последующие годы. Средства выделяются Беларусьбанком только очередникам, направленным на строительство от местного исполкома и только в домах, которые входят в перечень Министерства строительства и архитектуры. Продолжаем выпуск. Стоимость коммунальных услуг в следующем году по всем видам, кроме теплоснабжения, вырастет на 5 долларов в эквиваленте. Об этом сообщил глава Комитета госконтроля Беларуси Леонид Анфимов. Беларуси в 2018 году должны полностью возмещать себестоимость коммунальных услуг. Чтобы цифры в квитанциях не сильно били по карманам граждан, власти стараются снизить себестоимость услуг. Глава Комитета госконтроля отметит, что в 2017 тарифы повышаться не будут. Как известно, их уже подняли на 5 долларов в эквиваленте в начале года. Благодаря подобному повышению цен, уверены в КГК, удастся повысить уровень окупаемости услуг населением до 100%. Постепенно к оказанию жилищно-коммунальных услуг привлекают и частные организации, что позволяет снизить их стоимость. Впрочем, полного перехода сферы ЖКХ в частный сектор, как это произошло в сопредельных с Беларусью странах, ожидать не стоит. Сейчас власти республики готовят совещания на уровне главы государства по вопросу жилищно-коммунального хозяйства. Продолжаем выпуск. С 1 августа бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составил чуть более 197 рублей 50 копеек. Это на 7,5% больше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая. Впрочем, главное не абсолютные и относительные цифры, а сам факт повышения БПМ, который говорит о многом. Дело в том, что БПМ – это не деньги на руки, не минимальная зарплата и не базовое вознаграждение. Это норматив индексации доходов населения и критерий нуждаемости при определении права граждан на государственную адресную социальную помощь. По сути, это усредненная сумма, считающаяся необходимой человеку для удовлетворения его базовых потребностей и поддержания определенного уровня жизни. Причем сумма эта варьируется как по странам мира, так и внутри государства по категориям населения. Кстати, в Беларуси снижение БПМ не приводит к уменьшению размеров пенсии по особию других выплат, исчисляемых из его размера. А вот его повышение локомотивом тянет за собой изменение других выплат. Отмечу, что в этом году правительство и Нацбанк добили значительных успехов с обеспечением низкого уровня инфляции в Беларуси. Именно из этого проистекают и все остальные факты, среди которых и стабильность белорусского рубля по отношению к доллару, и позитивное отношение инвесторов, недавно зафиксированное американским рейтинговым агентством. Все это в конечном итоге дало возможность повысить и прожиточный минимум в нашей стране. С 1 августа выросли и размеры некоторых детских пособий. К примеру, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составило чуть более 1975 рублей. При рождении второго и последующих детей примерно 2765 рублей. Также выросли пособия на детей до 3 лет. Прибавка составила от 17,5 до 22,5 рублей в зависимости от вида пособия. Пособия на первого ребенка теперь почти 280 рублей. Это 35% от средней зарплаты. На второго и последующих почти 320. Это 40% от средней зарплаты. На ребенка-инвалида до 3 лет около 360 рублей в месяц. Это 45% от средней зарплаты. Также увеличились минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите. А также пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Продолжаем выпуск. 65 субсидий получили с начала года жители Гомеля для открытия собственного дела. Это на 15 больше, чем в первом полугодии 2016-го. В частности, ремесленной деятельностью решили заняться 13 человек. Столько же оказывать услуги по грузоперевозкам. 10 человек выбрали сферу торговли. Далее идут парикмахерское дело, ремонт квартиры и автомобили. И замыкает список уникальный пока вид деятельности. Одна субсидия выделена для предоставления услуги по дневному пребыванию с детьми. Кстати, размер безвозмездной помощи превышает 1000 долларов в эквиваленте. Кроме того, активно идет переобучение специалистов. Особенно, когда у предприятий возникает необходимость в большом количестве работников определенной профессии. Например, швеи или специалистов по комплексному обслуживанию зданий. О том, как в целом обстоят дела на рынке труда, я поговорила с начальником управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горосполкома Александром Ключинским. Александр Павлович, расскажите, пожалуйста, какая ситуация сейчас на рынке труда в Гомеле? В прошлом году на сегодняшний число состояло на учете 2300 человек, а значит на сегодняшний день на учете 1793. То есть вы обратили внимание, что в пределах 600 человек меньше стоит людей на учете. Значительная работа была произведена оказанием содействия трудоустройства. Если в прошлом году на эту дату было 3080 человек, то в этом году на 800 человек больше. То есть 3890 человек. То есть в этом направлении было. Второе направление, которое велось для оказания конкретной помощи, это направление на переобучение. Более 650 человек направлено на переподготовку для получения профессии, той, которая востребована на рынке труда. Да. Активно проводилась работа для оказания содействия безработным. Меже 10-15 человек им оказана помощь в открытии собственного дела. Значит, эти люди уже приступили к работе, значит, и в ближайшее время уже будут, и некоторые из них уже платят налоги. Это не может не радовать. Также активно проводилась работа, значит, по организации оплачиваемых общественных работ. И, значит, и поэтому в этом направлении уже сегодня более 3000 человек направлены, отработали и работают. И активно продолжается работа без, значит, каких-то перерывов. Вот за течение этого полугодия было проведено 11 мини-ярмарок вакансий. И большая, и малая, то есть это дни предприятия, организации, учреждения. Когда конкретно, для конкретного предприятия, организации, учреждения подбирались люди, те, которые были востребованы этими предприятиями. Это начиная от нашего шестого парка, заканчивая гомельским мясокомбинатом или коммерческими структурами, значит, ДЛКУМ-40 и различными другими. В Стоплорпу ВАВУ все месяцы планируется тоже провести не менее трех, значит, дней предприятия, тем, которые сегодня востребованы на рынке. Нужны специалисты, поэтому для них будет проведено. Значит, поэтому в это направление будет продолжено. И последняя новость выпуска. 6 сентября в Гомельском горосполкоме пройдет аукцион. На торги выставят четыре земельных участка для приобретения в частную собственность. Два из них расположены на первом переулке Старовлатовском, по одному в районе улиц Гвоздичной и Аграрной и в поселке Новая жизнь. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить по номерам телефонов Гомеля 3109-48, это землеустроительная служба горосполкома, или 4197-86, это Гомель Геодесс-центр. На этом у меня все. Следующий выпуск программы выйдет 8 сентября. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»